Всем привет, это Варлорд. Сегодня у меня видео на тему Лего Ниндзяга 8 сезона. Помимо этого, я прошу всех обязательно в комментариях написать свои варианты, свои теории того, чему будет посвящен сезон, а конкретно сюжет набора, о котором мы с вами сегодня поговорим. Это храм Воскресения. Именно воскресение, не воскрешение, что мне показалось странным. Возвращаясь к теме того, что я вам показал, сейчас вы видите красивое изображение коробок, которое мы с вами увидели. Отличительной чертой является вверху справа изображение Гармадона, который больше всего из всех Гармадонов похож на Гармадона из Лего Ниндзяга фильм. Смотрим на коробку от набора 7643. Коробка реально красочная и красивая. Внешний набор привлекательный, будет стоить он в районе 4800 рублей, что нормальная цена. И есть также описание. Исследуй храм Воскресения вместе с Коулом и Ллойдом, и также таинственным малышом. Берегись скелетов и не попади в тюрьму пауков. Отыщи они маски, спрятанные за вращающимися стенами. Отправь мистера Э и коричневого злодея прямо в секретные ловушки. Прежде чем они сумеют завладеть этими могущественными масками, сможешь остановить сынов Гармадона, которые мечтают превратить храм в логово злых сил и вернуть Гармадона к жизни. Сама по себе модель выглядит, конечно, красиво. Здесь отрицать не буду. Мне понравился верхний этаж и, возможно, хотелось бы, чтобы более детально проработанным был нижний. Но, опять же, что здесь хочется отметить? Прежде чем смотреть на сами фигурки, что здесь есть, во-первых, внизу пещера. Наподобие пещера была, насколько я помню, в острове Тигриных Вдов. Поднимаемся чуть выше. Здесь уже часть здания в восточном стиле, два новых персонажа, имен которых мы пока не знаем. И также аж три. То есть все маски, которые есть в восьмом сезоне Ниндзяго. Есть различные элементы. Помимо этого, в пещере будет присутствовать фигурка скелета, будет присутствовать паутина. Ну и на самом верху вы можете увидеть Гармадона, который появляется прямо из пламени. Что говорит нам о том, что и правду хотят воскресить Гармадона. Для этого, я полагаю, как раз нужны три этих маски. Маски собраны и, соответственно, Гармадона они все-таки воскрешат. Смотрим по фигуркам. Из положительных героев есть Ллойд и Коул. Также есть Малыш, имя которого мы не знаем, он просто здесь есть. Может быть, кем угодно, пишите предположения в комментариях. Два союзника сынов Гармадона. Это Коричневый Злодей и Мистер Э. И, помимо этого, безусловно, сам Гармадон. Мы можем увидеть, что костюм обновлен. Фиолетовые части на нем появились. Ну и также два персонажа, я полагаю, отрицательных. Но мы их пока имен не знаем. Что можно сказать, так что они сделаны здорово. Вот этого пожилого мужчину мы уже видели как мини-фигурку. А женщина чем-то напоминает Скайлор, но вряд ли это она. Ну и прическа у нее деталь, как у Коко из новых наборов по Лего Ниндзяго Фильм. В целом, архитектурные решения этого набора крайне неплохие. И за эту цену, кстати, набор также неплох. Я обязательно сделаю обзор на этот набор и также на некоторые другие. Я постараюсь разыгрывать какие-то из этих наборов. Да и у меня сейчас на канале проходит немало розыгрышей. Пишите обязательно свои теории по поводу всего, что мы здесь видели в комментариях. О том, как все-таки воскрешат Гармадона и так далее. Подписывайтесь на канал, также вступайте в комментарии.